А что ты застегнула? Здравствуйте, наши дорогие зрители, друзья. Олег, Тоня, я безмерно рада вас видеть. Я ужасно по вам соскучилась и очень благодарна за то, что вы согласились на этот эфир, хотя бы даже для того, чтобы мы смогли с вами повидаться. Ну и дать такую возможность нашим зрителям увидеть вас и задать вопросы. И мы начинаем. Мы начинаем. Сейчас я прошу прощения. На мою тропу столбинную носку? Все, хорошо. Я просто вас очень люблю и хочу сказать об этом. Я вам говорю, здрасте, пойду. И вы позовите меня. Обязательно, обязательно. Всем привет. У нас уже из карантина все вышли. Толпа в музее стоит внизу. Так что давайте, выезжайте быстрее. Здорово, здорово. Здорово. Ну что, Олег, а мы с вами начинаем. Располагайтесь поудобнее, чтобы отвечать. Я вас положил, что все, давайте, начинайте. Только рассказать нам все. Я должен только, прежде чем вам рассказать, сказать вам, что мне в жизни не приходилось, так сказать, в такой как бы специальной ситуации разговаривать и говорить. Обычно я это говорю лицо к лицу и не на, так сказать, микрофон, не для кого-то, а так для приятеля вообще. И поэтому, значит, для меня это тоже большая новинка. Посмотрим, что из него выйдет. Интересно. Потом я уже вижу на экране, видимо, каком-нибудь. Выйдет все прекрасно, потому что никогда не поздно начинать что-то новое. Вы это любите. Между прочим, вот это уже начинать иногда бывает кое-что поздно. Но это кое-что. Хорошо, Олег, а скажите, пожалуйста, вот вы не публичная персона, хотя художник известный во всем мире и очень востребованный. И я, в принципе, видела ваши работы во многих домах у многих знакомых и друзей. А вот какую работу вы считаете своей визитной карточкой? Значит, во-первых, я должен вам сказать, что я придерживаюсь мнения, что наиболее на все эпитеты картины, известный такой, значит, есть такая строчка у Пастернака. Она звучит так. «Быть знаменитым некрасиво». Вторую строчку не помню. А дальше «Не надо заводить архивов, над рукописями трястись». А надо за последней точкой не отказаться от лица и быть собой, собой и только, собой и только до конца. Вот так на вашу похвалу я отвечаю строчкой, которую я считаю мудрой. И для меня действительно быть знаменитым – это действительно очень некрасиво. Во всяком случае, это очень тяжело. Поэтому я рад Господу Богу, что я не публичный человек, и в кафе на меня не оглядывается. Да, это бывает не очень приятно иногда. Это бывает вообще не только не очень приятно, а однажды где-то в Сибири мы с Евтушенко зашли в какой-то, мы случайно там были, с Женей Евтушенко, зашли в какое-то там кафе, заказали какую-то еду, нам есть хотелось, и какой-то парень подошел и говорит, «Слушайте, а вы не Евтушенко?» Он говорит, «Да Евтушенко, Евтушенко». «Не может я повежу Евтушенко?» Он говорит, «Знаете, мы тут с товарищем кое-что обсуждаем, довольно важное Евтушенко, ну, пожалуйста, мешайте нам». И вот он, да-да, извиняюсь, отошел, прошло минуты три, и он подбегает и говорит, «Только правда, правда, я же, я так, вот я сидел, я не могу поверить, что я сидел и видел прямо вот около себя, прямо самого Евтушенко». Вот вам, так сказать, что такое быть знаменитым. Это очень-очень, даже, ко всему прочему, некрасиво. Да-да. А, кстати, как вы подружились с Евтушенко? Давно вы? Ну, это было, что называется, очень давно. Он тогда только начинал. Его, по-моему, только тогда выгнали из литературного института, он же был отсюда выгнал, выизгнал. Потом ему вручали торжество диплома спустя 40 лет. Там такая у него была судьба. Даже он школы не кончил средней. Его тоже выгнали. Вот за хулиганство он был, как говорится, за Орникой. И вообще он чуть ли не хулиганом. Ну, вот. А встретились мы так. Я жил на берегу, в Тушине, на берегу канала. А он из, где-то увидел какие-то мои картинки, из Москвы приехал у нас на машине. В москвиче, может быть, что тогда было невероятно. Это какой-нибудь, ну, 57-й год. И постучался, зашел, представился. Он уже был известен. Мы с ним практически ровесники. У нас два года разница. Или один даже. И пошли купаться. И вот это было с тех давних пор. Мы с ним очень часто виделись и испытывали друг к другу большую довольную симпатию, понимая слабые стороны одного и другого. И, так сказать, деликатно относясь друг к другу. Так что это даже, может быть, такой единственный человек, который, в общем-то, прошел около... Он даже приезжал сюда, в Париж, и приезжал в деревню, где глушь, и где деревенский дом такой... Конечно, был и Сеновал, и Скотт. А там я сделал все это, штукатурили и сделал в мастерскую. Он даже туда добирался. Так что мы с ним практически всю жизнь как-то пересекались и были знакомы. Вы сошлись, видимо, характерами, потому что вы же тоже бунтарь. Вас исключили из художественной школы. Да, он бунтарь такой публичный. А я бунтарь... Дело в том, что меня нельзя назвать бунтарем по той причине, что у меня, для меня лично, нет ни одного преступника, самого страшного, которого бы я считал, что он виноват. Я считаю, что, коль я, как говорится, такой родился, таким и пригодился. Коль ты уж родился разбойником и душегубом, это уж не ты это придумал. Свыше пришло. Поэтому я никому лично, никого лично никогда бы не смог, слава богу, что это я говорю, я не в роли судьи или прокурора, я бы никогда не мог осудить никого, ни одного человека. А он публично осудил. А я про себя могу... А за что уже вас выгоняли из художественной московской школы? Не за то, что я выступал где-нибудь, шел впереди, как Владимир Владимирович Ленин с красным знаменем. Нет, я нигде не ходил. Наоборот, я даже вообще нигде не ходил. И когда, когда мой из самых первых ко мне обратился Рабин с предложением сделать выставку, которую потом назвали выставку бульдозеров, я ему ответил, ты знаешь, Женя, значит, это вообще говоря, честно говоря, это провокация. Ты этих заставляешь несчастных начальников, обкомов, райкомов. Люди несчастные выбились с большим трудом на такие огромные посты. И ты их ставишь в совершенно безвыходное положение, я говорил этому Рабину. Безвыходно ты их ставишь. Что им делать, когда они тебя там увидят? Это, попросту говоря, политическая провокация. В этом я никогда, нигде и никогда не буду участвовать. Ну, а за что же вас выгоняли-то? За картинки. Потому что картинки были не похожи на другие. Потому что я, скажем так, когда я поступал в художественную школу, это такая была еще средняя художественная школа, напротив Третьяковки, когда я поступал туда, я сдавал экзамены. И на один из экзаменов, уже на последний, когда я делал натюрморт, я был совершенно безграмотный мальчик, вообще говоря, и не учился нигде, ничему, вдруг вошел директор школы. Школа-то. Их было две всего в Союзе, в Москве и в Киеве. По-моему, еще была в Прибалтике одна. И за ним веренится каких-то преподавателей каких-то. Он подошел ко мне, постоял сзади и сказал, да, говорит, да. А почему-то вы так поспешили? Спешите. Я говорю, так вы же сказали, час дается на то, чтобы сделать натюрморт. Вот я и все, тороплюсь. Он говорит, нет, это не час. Вы могли просто показать, что вы умеете, как начать, показать, что вы все умеете. Я говорю, я думал, нужно начать и кончить, я говорю. Он говорит, да, но он говорит, а что вы так все плохо нарисовали? Бутылка совсем не похожа на ту бутылку. Вот здесь я с восхищением о себе говорю, потому что мне было всего 15 лет, и я не был детем каких-нибудь философов, актеров, вообще культурной среды. Я был из самой простой среды, которая в существе до меня были крестьяне простые, и вообще-то вы простой народец. И вдруг я директору говорю, а вот почему-то нарисовали так не брежно, так не похоже на бутылку. Я говорю, а вы знаете, вот если вы это все разберете, то останется только моя картина. А кто будет знать, глядя на эту картину, какой была бутылка из зрителей? Стоит бутылка и стоит? Бутылка? Да. Вот ответ очень мудрого человека. Я за это 15 лет не был очень подготовленным и не дорожа привет директора, а я никогда еще нигде не дорожал. Первый раз только с КГБ дорожал, не будем рассказывать. Там сначала пугают очень. Вот. Не дорожал, а и что-то я сбил сейчас. Ну, в общем, ответил, видите, как просто прям, просто, я бы так сказал, по-философски. Да, абсолютно, абсолютно. И вас приняли, и вас приняли в школу? Меня приняли в школу, меня каждый год вы гоняли из школы. Я сразу начал делать, я их никогда не знал даже об этом, какие-то не такие картины. У меня была своя метода сразу. Я считал, что неважно, какой красный, в натуре. Важно, что у меня вот такая красная краска, вот которой, это и красный, я могу это красное сделать красным. И то, что цвет моей из тюбика краски отличался от цвета того, мне было неважно. Я вот так начал все это делать, даже все костюмы. Меня только смутил ржавый чайник однажды. Тут я не знал, чем же прожжавый чайник однажды. Ну вот. И чем? Вот. И вот, значит, за это меня, мне говорили, что нужно это самое, но я был, мне, я вдруг, вот, немножко до моего ответа, что бутылка была такая, я решил стать художником. И поэтому с первых шагов я уже считал, что я художник. Не ученик в школе, а уже художник. И я в этом, чтобы быть художником, себе поклялся не делать только, как ты понимаешь, никого не слушать. Вот ты так понимаешь, так и делай. Вот как твои мозги понимают. Если это тебе нравится, вот так хорошо, никого не слушай. ни учителей, которые могут тебе нравиться, вот делай только так, чтобы нравилось тебе. А что другие скажут, что это не так, это уже дело не твое. Но это честно, это честно. Это честно, да. Ну так, а из академии то мне нравится. меня выгоняли каждый год, а мой отец был абсолютно заядлым членом партии. И он из Тушина с работы уходил, он был каким-то там чиновником на работе, на военном авиационном заводе. Он приходил к директору и примерно следующему говорил, что, вы знаете, выгонять человека легко, а вы вот воспитайте его. У нас у коммунистов так сказано, надо уметь воспитывать. Вот. Тоже очень мудро, очень мудро. Папа был наивный такой человек. И я тоже наивный. И вот и директор, видя, что человек с ним разговаривает таким тоном, видимо, подумал, может, сам человек из какого-нибудь КГБ, может, вообще пост из Министерства культуры. Лучше не связываться. Не надо связываться. И он меня снова брал в класс. А в дальнейшем даже подходил ко мне со спины, а кисти бывает из щетины, бывает колонковые. он меня как-то заискорчиво спрашивал, а вам какая больше нравится? Колонок или щетина? Вот так, сзади с ноги, вообще таким голосом. Вкратчиво. Вот так я начинал, и так я продолжил всю свою жизнь по сей день. Скажите, пожалуйста, вот вы как-то сразу вот нашли вот этот образ, с которым вы идете уже по жизни много лет? Или вот когда вы к нему пришли? Я в школу поступил, вот считать, что я с этого уже начался как художник. Это был 49-й год. А первую такую голову я случайно сделал, случайно. Я все искал пути свои. Искал все время свои пути. Они меня не устраивали. Я сделал в 60-м году. Значит, если 49-й, с 50-го 10 лет мальчишка, малообразованный, почти не знающий других художников. Потому что современных тем более. Ну, я уже попал в какие-то там запасники, тайно меня пускали по специальному стуку хранить. Я там видел уже Балеевича, Кончаловского, даже видел немало-немного Серова. Эту самую Рубинштейн, которая никогда не выставлялась. Она была в таком больно не серовском духе сделана, больно в таком формалистическом. Такая обнаженная ститила Рубинштейна. Там в Рубеле не было ни одной картины. Все заканчивалось девочкой с персиками Серова. Она начиналась от Адама и Евы, так сказать. И мне больше всего понравилась огромная такая икона Христос. Хотя я посередине религиозный и тогда мало чего понимал, что такое Христос. Мне понравилась эта икона, которая потом легла в основу моей картины, одним из не прототипов, пусть от меня правильно, а внешне увиденных людей элементы от него имеются иконные, иконные округления такие и прочее чисто формально. И надо сказать, что я запоминал, кстати говоря, что у него было поразительное выражение глаз. Ну, кто он такой, я только не знал, и никто не знал, мои сверстники не знали, что на них росли березки, они были наполовину поваленные, а обычно на макушке росла молоденькая березка, видимо, семена попадали. Вот я проезжал на поезде, вот такая штука, это был 49-50-й год. У меня практически спас отец, он даже пригласил однажды, иначе я буду писать в ЦК. Таким образом, я дошел до конца художественной школы, но уже в институт имени Сурикова, без всяких разговоров, я получил за все свои экзаменационные работы два, два, пять двоек. Два шта? Вот ничего так, это правильно, мы были при Сурикове, значит, уже директор, все уже знали, я был заранее уже вычеркнут, без скандалов, без того, что папа прибежит и погрозится писать в ЦК. Просто все двойки, чего принимать такого человека. Ну, так вы же поступили в Ленинградскую художественную академию. это уже все сложнее, это долго рассказывать, это вступился в художник социальной премии одного моего близкого приятеля, который сказал, вот учись у Олега, папа сказал сыну. Вот как нужно брать, вот так вот смелее Лешка его звали, и мы их дома в мастерской отца, смелее Лешка, сам он отец тоже очень серенько рисовал. Давай, Лешка, вот учись. Ну, и когда он узнал, что я не поступил, он обратился к Агансону, а в это время открывался в Минске институт, и я решил, что там я, в Минске, они, это, провинция, вот там я, перед теми, они напуганы, что они провинция, они какая-то республика, вот там-то я развернусь в полную силу, пока они ничего не поняли. И поэтому, когда я приехал, из экзаменаторов сказал тоже ребятам, во как в Москве-то теперь пишут. Надо там все писать. В Москве-то теперь пишут. Во, смотрите. Одно в дальнейшем, я был через год исключен, я могу это рассказать, это довольно смешно. Дело все в том, нас отправили в деревню, весь курс под названием «Киселит», хорошее название, там речка была, обозы стояли, мостик, и там был такой старый преподаватель, у которого картина в Минском музее висела, «Освобождение советскими войсками от фашистов Минска», города Минска. Он такой, совершенно такой, социализм, только такой ослабленный, такой немощи, он уже был пожилой, и он ходил, смотрел, кто-то, чего делает, все писали пейзажи, речку, а он, значит, этот педагог, говорит, вот смотрите, и сам поставил холстик, довольно маленький, а холстик, и тоже, и вот он говорит, смотрите, как в природе, смотрите, скопируйте ее до точности, смотрите, а перед ним стояли десятиметровые ивы, я все думал, и он все что-то примерял на своем холсте, ну, не маленьком, но вот таком холсте, как сзади меня, эти миливые, там так, вся эта лечка вышла, вся эта вот в мою, это такая вот мостик получалась, он все перерисовывал, уточнял, а впереди лежали камушки, и вот он рисовал камушки, и, значит, потом собрался и ушел, а я, слушая его, подошел, и два камушка, таких, ну, небольших таких, вот, которые попали в его картину, снял и кинул в ручей, и на другой день я пришел, к нему сзади встал, он меня не очень знал и отличал, он просто был преподавателем и самым стариком в этой, в этой, в этой новой, новой академии художеств, которая сейчас уже, а это было, в общем, новой, новой Суриковской, скажем, в Минске, и он, значит, я стою сзади к нему, и он доходит, он, как раз, проверяет, и видит, у него здесь эти, как бы, как бы, голые места, такие, в землю, такие, и он начал кисточкой долго подбирал, и эти два пятна, что он тратил почти весь сезон прямо крапинками, и все вглядывался, и все вглядывался, и заделал, а я тогда, когда он ушел из ручья, сколько было сил, вывалил прям ему под нос несколько здоровых волнов, без, когда на третий, на второй день я подошел, он, значит, смотрит, потом, что это говорит, это кто-то делал, он говорит, я же, я посплюсь, говорю, но вы же говорили, что с натурой надо прям все, все делать, как можно точнее, вот я взял вам и вытащил эти два камня, и все равно красиво, а? Ну вот, и я был исключен из Минска, и отправился. Хулиган вы. Да, вот такой хулиган, но это не хулиганство, это, в общем, даже опять-то довольно хитро и умно. Получается, сейчас я, я же мальчишка, там мне 19-18, я не сын, так сказать, оперных певцов, которые по миру ездили. Ну, кстати, в нашей школе учились какие-то дети Дунаевского, там много училась. Она называлась художественная школа, первая, как же у меня говорил, школа детей одаренных родителей. Ну, понятно, понятно. Ну, там учились несколько таких, как я, понимаете? Вот. И, значит, я из этого Минска, значит, ягансон сказал, приезжайте, я сделаю все, чтобы вы поступили. Самый, ягансон был очень важным, вы не знаете, это уже не знаете, самым важным человеком в те времена. Вот. Я приехал, и он иди по коридору, снизу, с глазами вниз, а я стал накрыть вытрощив глаза, и так даже рукой что-то делал, ну, а я, и он вдруг глянул так на меня и говорит, я все сделал, чтобы вас приняли. Какую Кончаловщину вы тут развели у нас? Кончаловщина, это Кончаловский, который тогда единственным был академик, выставлялся. И действительно, я, мне некому было тогда более выше, фигурная не было, я действительно работал а-ля Кончаловский. Вот. Какую Кончаловщину вы тут развели. Ну, и, в общем, вот так вот, а еще через год меня выгнали из Академии художеств. За те же, за те же картинки. За те же картинки, которые я уже писал не в классе, в классе, вернее, я писал, одна стояла на мольберте, а моя стояла, чтобы педагог не ругался, у мольберта. И когда он вкатил, я быстро менял картины. Он подошел, у меня стоял серенький хвостик, там портрет с натуры писали, серенький хвостик, а рядом стоял мой замазанный какими-то желтыми-красными красками. И палитра вся была вымазана этими зелеными, красными, синими. И он, видимо, догадался. А я испугался и решил делать это только в общежитии. И когда я был в классе, я делал серенькие штучки, а как только было в свое время, бежал и на своей кровати, на одеяле, которым я укрывался, раскидывал краски, ставил холст к стене и писал свои картины, одна из которых вот там в углу и висит, автопортрет называется. Но однажды в комнату ввалилось человек десять китайцев. и они стали кричать, где он, где он. И один из наших сказал, вон он сидит на меня. Они оглядели стену, подошли ко мне китайцы и сказали, а что же вы так густо краску накладываете? У нас в Китае краску бережливо, используя. Неэкономно. А? Неэкономно. Да, неэкономно, густо. Я говорю, ну, это так, моя манера такая. Они говорят, ну да, манера, манера. И ушли. А еще через некоторое время я получаю приглашение в военкомат. А еще через некоторое время меня встречают красиво. Тогда меняли органы, меняли. Это уже было 50. Когда меняли? 50-2, что ли? Органы меняли на молодых. Спасибо, молодой. Шарик сказал, да это не военкомат, и я вас позвал. Ну, и он меня стал спрашивать и предложил мне, тогда был фестиваль молодежи и студентов в каком-то 97-м году. Ой, я не помню. А? В 57-м. Вот, в 57-м. И он мне сказал, вы знаете, вы же мы из Москвы? Я говорю, да. Вы на фестиваль поедете? Я говорю, да. Он говорит, а вы не хотите поехать? Вы будете, ну, как это называется, во голове группы? Ну, часть, часть это групп, гном. То есть, я говорю, и что там делать? Он говорит, но вы же знаете, ведь к нам сплошные шпионы едут. Вы будете наблюдать, будете нам докладывать, и вам среди ваших товарищей будет это. А я так испугался, искренне, как может испугаться молоденькая девица, невинная, которую вдруг потащили в постель, неожиданно. Видимо, я был в такой растерянности, я сказал, вдруг что-то запинается. Нет, я в Москву уже раздумал ехать. Нет, нет, не хочу. Что-то такое уже откровенно. Вот. и это самое, вот это так моя встреча. И я был из Академии художеств, просто исключился, опять двойки мне поставили, двойки, вот в конце года, и все. Все педагоги. Там было, ну так, поставили. Кошмар. И я был исключен, и попал к Николаю Павловичу Акиму в театральный институт. Да, вы же такие его закончили. Я его закончил, потому что мы с ним встретились, я сказал, меня ваш институт никак и курс не интересует, меня могут забрать в армию. Вы понимаете, я, во-первых, не очень большой физической силой человек, во-вторых, я не, я хуже тех ребят, они подтягиваются на турниках, они готовы пробить, но это сам стрелять, все, я для этого не гожусь. И я не могу без своего искусства. И пробыть там 3 или 5 лет в армии я никак не могу. Поэтому вы меня просто спасите, через несколько лет я уже буду негоден без призыва в армии. Он сказал, я, конечно, учиться вас не собираюсь, но мы с вами с услями договоримся. Вот. Я буду просто присутствовать на этих самых все. Он сказал, я вас понимаю, я вас понимаю. он сам рассказывал, как в былые времена, когда его в газете прописали в Ленинградской, я выхожу из театра и со мной ни один человек не здоровается, а многие знакомые делают вид, что меня не видят, проходят мимо глядя прямо по себя, а некоторые сворачивают, я их вижу впереди, вбок и в переулок. Я говорю, это не понимаю вас. А вам удалось поработать как театральный художник? Я даже урок своим занимался и все. А я сдавал экзамены какие-то там. Мне стройки нужны, мне не надо. Понятно. Олег, а как театральный художник вам удалось что-то сделать, с кем-то поработать? В театральный сразу после окончания театральный. Там был такой Блажик, по-моему, или Чешский, не помню, не песничек. Сделал я какую-то там эскиз декорации. Я и театр плохо знаю. Но подождите, вы же делали декорации на спектакле Хельфица, где вы и познакомились с прекрасной Тони. Это было позже. А до этого я делал спектакль, который прогремел в Москве. Назывался он пьеса Назыма Хикмета. Назывался он «Тамоклов меч», где Плучик тоже впервые, он только начинал как режиссер, потому что со мной познакомился этот самый Назым Хикмет, автор этой пьесы, турок. Сейчас его тоже никто не помнит. А он бежал из Турции, был коммунистом. И он жил недалеко от меня на Соколе, как-то со мной познакомился, и очень мы с ним подружились. Хотя разница в годах была огромная. И он привел меня к Плучику и сказал, а вот художником будет он. И это очень большой успех, потому что что там было наворочено, один пол, тогда так никто не делал вообще. Да, мне кажется, что это было очень интересно. Да, это было, поэтому это там в черте что только. Вообще, это чушь собачья просто. А потом уже тогда Хейфис, который ему дали тоже впервые спектакль в Красной Армии, он дал меня на пьесу замечательного, выдающегося такого дельца, который потом написал про этот самый, как он называется, про шпионов, про это вот, Ширльца кино. В каждой жизни своей. Как бы фамилия это была? Семенов. А? Юлиан Семенов. Как? Семенов Юлиан. А, это Семенов, да, Юлиан Семенов. Юлиан Семенов. Юлиан Семенов, да. Юлиан Семенов, да. Вот, пьесу я не читал, я просто изобразил железную дорогу, назывался шоссе на большой, медведь с ней даже на это не обратил внимания, железную дорогу с тюлем, какой-то фанай у меня вылезал железнодорожный зрительный зал, и таков в Краснодаре тоже не делали, и Хефиц совершенно опупел, при этом сказал, что можно играть и за тюлем, сцены отдельные, и перед тюлем, около железной дороги. Ну, да, все железные дороги были как бы вывернуты, как бы стояла горой к вам, уменьшаясь рельсами под сам потолок в неизвестность, а зажигались иногда за тюлем звезды. Ну, это же было не шоссе, а вот поменялся на строительство БАМа, там строилась железная дорога, был я и как-то с Евгеньем на БАМе, я много где побывал, вот, видел строителей, много чего видел, видел, что только у грузин возле сортира, в которой войти было нельзя, потому что все делали все рядом вокруг и расширяли площадь, но только у грузинской, они были по национальностям, каждый свой кусок строил, у грузин был умывальник такой дачный с водичкой, а в остальных местах и лампочка электрическая, как ходили ни ночью, я не знаю, но в остальных не было ни лампочки, ни водички, ни водички. Не было освещения никакого ночью, потому что там никаких фонарей не было, жили в вагончиках, жили в вагончиках. Олег, вы же там на вот этом, на постановке этого спектакля увидели прекрасную тонну? Я когда принес Хефицу эскизы, эскиз был сделан сразу, за 15 минут, но я это поддержал, и когда Хефиец сказал, что обсудим пьесу, я сказал, знаешь, я ее пробежал, отличная пьеса, и я, по-моему, сделал даже прекрасную декорацию для этой пьесы. И когда Хефиец стал работать, он говорит, действительно, потрясающе, и там можно, и там можно, и тут можно, и так далее, и так далее. И был в очень большом восторге. А когда это в начале, сзади прошла его жена в профиль, пришла его жена, и я глядел на Хефица, он меня не пустил в квартиру, он меня в дверях остановил. Я говорю, посмотрите, потом будет... Он знал, он знал, чем это закончится. Он знал. Так вот, значит, а спустя некоторое время она играла, Тони играла в его пьесе, я сейчас, у меня все названия вылетели из головы, вдруг, значит, Чехова, Машеньку там, Маша маленькая там какая-то была, вот, потом ее стала играть Гундарева, молоденькая. Вот, и я нашел, увидел там Тони, а Тони была снятася. А я смотрел в телевизоре и вдруг вспомнил, а фамилии нету в конце, я все ждал, Хефиц, Хефиц, нет. Вот так, а потом Тони развелась с Хефицем и случайно зашла ко мне и все. И вы уже вместе? И уже все, так сразу, так. И вы уже вместе больше 50 лет? Да, очень, это было очень больше 50 лет, да. Ну, вот такая, вот вам вся, видите, такая сука, это уже был Хефиц, это уже был, но первые, работы мои в театре, дальше я делал довольно много в театре, но я искал театры самые плохие, потому что они очень мало платили, но зато и работать на них приходилось очень мало. Они всегда, у них, я, например, много сделал в городе Кимры подмосковном. Дело все в том, что на этот маленький городишко у них был план 12, и у них был отпуск у артистов 12 спектаклей в год, потому что зрителей-то мало в этой штучке. Да, да. Вот, и они, значит, мне просили все сделать из подбора, из подбора, это значит, можно было где угодно найти стул, искать, что будут декорации, и самым минимумом, что добавить какую-то там штучку, которую нужно сделать, выполнить. Платили мало, но зато, я говорю, делать было нечего, и костюм все из подбора, все из подбора. Называлось. То есть из готова, что у них подбор был беднейший, небольшой театр. И таким образом я к ним приезжал, пил там с утра до вечера водку, с актерами, все они были небомерные пьяницы в свободное время между репетициями сидели, так сказать, тесным кружком. Вот такая штука. И вы продолжали искать вот этот свой образ? А образ это все было дома. Образ я нашел в 60-м году, просто нарисовав одну из картинок. и вдруг вдруг там было два лица, вот тут два лица, вот два лица. И вдруг я, это была очень интересная штука, я вдруг увидел свой путь. Я вдруг увидел свою, это я назову не путь, я увидел, что в чаще этой, где много дорог, а я шел внутри чаще, не понимая куда, я попал на тропку совершенно одинокую, которая даже не имела на продолжение и стал по ней продираться и стал делать вот эти мои герои. Понимаете? Мои герои, которые, которые, собственно, говоря, возникли из очень многих вещей. Одна из маленьких вещей, чтобы вы поняли опять мой характер, и на этом мы поймем, из каких вещей сотканы на этой карте. Когда я был еще в школе, созданное мое творчество, когда я был еще в школе, в простой школе, в 23-м классе, по истории мира или там чего, было сказано, что Чингисхан, его войска на Русс нападали, и всех мужчин отрубали головы, а всех женщин брали и девушек в плен и младенцев там убивали. И вот эта строчка, которую прочитали миллионы людей, учебник был един, и он был не первый год, эту строчку прочитали миллионы школьников, а я сразу уткнулся в нее, в классе у меня все погасло, и я представил, как моему папе татарин отрубает голову лихой, красивый, сабля кривая, а маму с моей сестрой берут в плен. И вот эти вещи подобные мне всегда западали, что какое странное существо человек, всюду сабли, а позже атомные бомбы, а раньше сидит Илья этот самый Добрын Никитич, сидит у него потрясающе как он назывался, булава, 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 у кого бить-то с этими по башке на цепи. Ну, знаем мы все, все слова забывали. Вот такая штука. И стал я вдруг приглядываться к людям вокруг, а вырос я в районе простых людей, там была поножовщина, там была футбольная команда из рабочих, там этих футболистов, мои приятели, напившись до пьяна уже в 15 лет, били кулаками по стеклянной витрине, их таскали в мели, один из них был самый знаменитый, Дюков. Вот. Потом там были потрясающие ребята такие, в общем, некоторые одному бросили в глаз известь, папа мой мимо шел, его потащил в больницу на руках, ты знаешь, уже дома, один глаз тот потерял, извести в лицо, один другому. Вот я жил, так сказать, в каком окружении, в окружении очень веселым, но, так сказать, который меня наводил на какие-то мрачные мысли. Потом я видел, между прочим, когда к рынку шел, наших защитничков без рук, без ног, с руками только, они баб за юбок хватали, пьяные в сосиску, на этих, грязюка, это я в октябре, кругом глина, они на этих и смеются, хохочут, хватают за юбки, а тебя тоже хохочут, бабы-то одинокие, хохочут, и их грудь оттягивают, идут с каким-то кошелком на базар там, вот, и их посмотрел, а потом они куда-то пропали, как-то языком слезали. Их выселили, да? Убрали. Их выселили умирать в места, чтобы они глаза не мозолили, защитнички-то, подальше, а тем более от Москвы. Ну, Олег, вот ваш герой это такое отражение, скажем так, внутреннего мира нашего общества. Нет, вот это неправильно, это всего, вот сейчас я здесь живу, вот сейчас то, что творится в Америке, это, как ни странно, и мое отражение, это пророческие картины. Есть в этом элемент, но у меня нет осуждения, у меня нет карикатуры, у меня нет сатиры, нету, да. У меня этого нет, я не сатирик, я не судья. Нет, это видно, это видно, что... Я делаю, я не делаю с натуры, я делаю подобие, и сам не знаю. Теперь, что я делаю, я вам сразу отвечу. Значит, мне скоро 86, скоро, и что я делаю, я так и, как на духу говорю, и не понимаю, кто они. Я понимаю, что они были, есть и будут столько же, сколько живет на земле существо, животное по имени человек, потому что, несмотря на мозг, это все равно просто животное с мозгом. А один мой приятель, который уже скончался, ученый, месяц из... Он от рака умирал, мне прислал такое письмо, а ты знаешь, говорит, что интересно, мне мысль пришла, незадолго до смерти, мысль пришла, он говорит, что вот, ведь говорит, потом, говорит, машины будут делать машины, а человек будет, как вроде сегодня у нас собака, у этих машин, а они будут лепить друг из друга, более сложные, более заковыристые, без всякого, без всякой любви, что называется, и знакомства. Вот так, это мне пришла мысль, я уже умираю вообще, делаю хана, просто тебе так сказать в последнее время пришло, он был ученый, ну, не было звучащих, он может был очень знаменитый, я ученых мало знал, а там щеки ко мне ходили, было модно, они были единственные, которым было даже выставку мою устроить, мои картинки, в институте Курчатова, а когда, видите, какой длинный рассказ, а поэтому говорить больше не о чем будет, а когда было партийное собрание, у них, они, эти ребята подошли, они ученые все были, они говорят, я у них синхрофазотрон смотрел, запомнил даже название, они отдаются эти, на пленки, они километры пленок просматривают, следы, нейтринов всякие там, а, все наслышался, вот они мне сказали, будет партийное собрание, так ты только сиди и не обижайся, потому что, говорит, мы будем так помыть, мы будем стараться, но вообще-то тебя будут все ругать, поэтому ты не думаешь, что это все просто так, не веришь, я говорю, понимаю, ребята, очень хорошо, я буду сидеть, ругать, сколько хотите, да, да, но я это понимаю тоже, и сижу, и вдруг входит какой-то идиот из них же, который был не в курсе этого дела и кричит одному из выступающих, который меня кроет, он говорит, Васька там, или Петька там, они друг по имени, или Петруха, ты что, говорит, опупел вот такие слова говорить, был бы жив Ландау, или там, он бы тебя, он бы такого, как ты бы сказал, какое-то полуматерное слово, типа, он бы тебя назвал, бы говорить, он бы, я бы вошел не в курсе спортсобрания, в общем, по всю эту басом голосом, вот рассказывай такой эпизод. Ну, ведь, так, ну, в мире же есть и прекрасные какие-то вещи, вот вам никогда не хотелось изобразить, вот, ну, мне никогда, минуточку, сразу восслаблено слово, я никогда, ничего не хочется, никогда, слово захотелось, я не понимаю, меня понимают слово, захотелось, все понимают, захотелось, но в моем искусстве захотелось нету, оно делается, потому что делается, это картина к картине, у него, я не знаю, что это такое, там делается только, это никогда не делается, что вы эту картину не купите, это страшное с ножом, это страшное, это самое, с ножом, с ножом, с голой задницей, с голой задницей, с передним, с этим самым, с пожалуйста, есть такие есть картины, не купят, а у меня так и было тут в Париже, я прихожу к нему, а где же моя картина, там была задница, а над ней маска, как бы со спины человек, и над задницей была маска, лицо, то есть, и назывался она маскарад, голая задница, ну, так на холсте, а выше, на спине, это лицо, на веревочке у меня, там через, маскарад, я говорю, а где же моя картина-то, а у меня были все эти русские художники, был в Париже, значит, тоже, так сказать, и он уже умер, он говорит, значит, она там, у нас там, в твоей комнате, я говорю, а чего она не здесь, вот все висят, так у вас же это, это уже в Париже, это у вас же это, ну, 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 да, она, да, вот понятно, в Париже, в культурной стране, понятно, вот и все, поэтому, значит, мне ничего не кажется, не хочется ничего, понятно, я делаю, делаю по, так сказать, велению своего двойника, и честно, как могу, только так, ни влево, ни вправо, я тут наделал картину 3 на 4 метра, которую только идиот может наделать, куда их девать, куда их девать, дверь нельзя, не волнуйтесь, а скажите, я вот сейчас вот понимаю, вот эта многослойность ваших работах, она, видимо, связана с тем, что, когда вы работаете над картиной, вот вы проснулись утром, вы на нее посмотрели, и уже другое настроение, и вы меняете настроение у морды, нет, они сами, я не знаю, какое у них настроение, они у меня на глазах меняются, я, добавляю что-то здесь, что здесь, то они такие серьезные, то они какие-то идиоты, они вообще говорят, вообще говорят, да, но они пришлись по вкусу в России в свое время, их назвали совки, то есть, такой картин не было, и таким образом я прославился, потому что они это назвали проще, это было народу понятно, совок, совки, и морды, рожи, и однажды ко мне приезжает один мой приятель, я жил в Тушине, приезжает и говорит, я сейчас, говорит, в автобусе к тебе ехал, но сплошные твои совки, я его слышу, думаю, дружок, ты бы на себя в зеркало поглядел, пришел, и я бы с тобой рядом встал, между прочим, честно говоря. А почему, а почему тогда такая техника вот многослойности, и она сложная? Сложная. Почему? Не знаю, так получилось, она сама как... А, я сейчас скажу, потому что когда ты делаешь враз, надо враз попасть, а я не знаю, закончить нужно, нельзя так, в общем, мне было сделалось так, так как я устанавливаю, как бы сказать, рисунок, линию, это мне понятно, а вот что там будет внутри линии, лицо будет, у него будет рот смеяться, или скривиться, у него глаза будут косые, или, так сказать, на лбу, а другой на подбородке. Этого я заранее не знаю, поэтому я это все намечаю, тоненько намечаю, и легко это потом стереть, и получается, что постепенно наращивается, цвет к цвету, тут сильнее и сильнее, тут почерней, тут покрасней, а тут вот надо вообще все пустить в серое, не в цвет серый, а так, чтобы он не мешал, вторым планом был, но все это возникает не в замысле в начале, а по мере продвижения, по холсту, поэтому холст пишется, бывает, вот такой холст, он может стоять на мольберте до трех лет, один, но он не один стоит, а стоят штук 15 холстов, который вытащил, поставил, опять убрал, потом вот этот, а вот я сделаю, они постепенно, а потом вдруг я вижу, больше я лично тут, холст не очень удачный, но я исправить его я не могу, и тогда я вместо того, чтобы уничтожать, как я делал в самом начале в художественной школе, и в первые шаги, все уничтожал под гребенку, вместо уничтожения... Ни одной работы не осталось? Ни одной работы не осталось? Ну, нет, вообще-то не одной, а я их все свернул, между прочим, можно поискать, в этом канале, это в одном, я бросил их все в такой, сделал большой рулон, туда бросил, сделал веревками, а внушли, чтобы там пить, и с моста, был такой день, с моста, вижу, там никто, людей было мало, я зашел, и тут на берегу уничтожения, тут завод, тут никто не видит, какая-то фигурка там была, но я не представляю, я за счет штук еле поднял, с моста буль, а он как, двух вода, такой буль, я думаю, никто не видит, и вдруг вижу, а там человек обернулся, и внимательно смотрится в меня на мосту. Кого вы там утопили? Кого вы там утопили? С этого моста? Скорее на другую сторону, туда-сюда, и сконси. Да, жаль. Олег, а скажите, пожалуйста, вот меня вучает вопрос все время, а вот что такое современное искусство, и как отличить искусство от подделки? Вот на ваш взгляд. Я отвечаю вам на этот вопрос следующим образом. Значит, это мне неизвестно. Это мне неизвестно. Значит, настоящее искусство отбирается с последующими поколениями. То искусство, которое помогает, искусство все время, как и мода, как и мода, одежда, все время видоизменяется, потому что, почему меняется мода? Старая мода надоедает, но лучшие образцы сохраняются в музеях, лучшие, а многие, которые не приняли лучшими, погибают, не попадают ни в музей, так на помойку уходят незаметно. А некоторые остаются, некоторые шедевры потрясающие остаются, они явно не сразу были шедевры, такие вещи тоже бывают. как мода, все это меняют, то пуговицы большие, то серебряные, то это, иди отличи пуговицу, эта пуговица лучше, а эта хуже, а другая вообще без пуговицы, а у третьего и вообще и вперед, и зад открытый монт такая будет, знаете, а все остальное будет в броне. Да. Ну, вот так, и будет номер один, номер два. А кого-то из современных художников вы бы выделили, то есть вам нравятся какие-то работы? Вы знаете, вот я бы выделил из современных художников, но я не хочу никого выделять, во-первых, потому что, честно говоря, художники заметные, они каждый в себе могут нести такие знаки, которые мне неведомы. Я могу их попросту не понять. Вы понимаете, попросту я не понимаю, искусство это или нет, а он понимает. Но на этом таким же образом можно и обманывать. Но дело все в том, что, как правило, обман не проходит здесь, потому что у обманщика нет такой фантазии, это не придумки, это внутренние из человека прет. Внутренние. Я привожу пример самого моего любимого художника Ван Гога, который начал рисовать в 27 лет, а в 36 уже на тот свет сумасшедший отправился. 9 лет был в искусстве всего, из них 4 года подучивался, где-то подсматривал. Он был и 5 лет шедевр на шедевре. А кто его при жизни заметил? Ведь жили умнейшие люди, импрессионисты. Кто кроме дурака, там, какого-нибудь Гогена, который тоже был дураком, и этот был больной, алкоголь, он же не вылетел, он же сосал с утра до вечера, запрещен этот самый абсент с утра до вечера. Он же отрезал себе ухо и сделал автопортрет. Но ведь это получилось. Это не получится отрезать ухо. Тут одна рассказывает, самоубийством кончил на вернисаже. Вот жест какой. Никто не звучит. А он и ухо отрезало и звучит. Это настоящее. Я теперь люди, которые подошли в те времена, они художник не считали. Сумасшедшие. 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 Что возьмешь? Я вот теперь знаю ответ на мой следующий вопрос. С кем бы вы хотели из великих выпить водочки? С Ван Гогом. Хотел, я уже забыл. Выпить водочки вы бы... И с кем бы из великих вы бы хотели выпить водочки? С Ван Гогом. Так сказать, есть такое выражение, анекдот, там один парень приводит подружек и говорит, две их, а мы с тобой будем тоже там... А он говорит, а вдруг моя страшненькая? Он говорит, ну, выпьешь побольше и все, сойдет. А открывает дверь, и одна жутко страшненькая. И этот, который посмотрел, я, говорит, столько не выпью. А вы, вот вас в этом времени вот как бы все устраивает или вы бы хотели в каком-то другом времени творить? Нет, нет, нет. Времени выбирают. Вообще, оно, так сказать, как говорится, зэки говорили, мы в нем живем, нас время нас не выбирает, мы в нем живем и умираем. Зэки? Это, по-моему, от зэков пошло, да, от заключенных проговоров. Как раз. Мы выбираем, мы в них и живем. Кстати, во все эпохи, во все эпохи людей побили, покорежили, вытащили из родных гнезд молодых дураков. Защитники нужны. Вот что, потому что кругом враги. Ну, что делать? Как без солдата обойдешься? А он живой человек. Да еще при этом в деревне дурковат, маленько. В академиях не учился, в университетах не кончал. И вот, и наспиговать, каким фашизм не хочешь, легко. Любым фашизм наспигуешь. Да, да. Если красиво говорить, кого хош обделаешь. И он тебе на смерть пойдет. И творится так не у кого-то, а у всех абсолютно поголовно всю историю человечества. В сумму. И нет прогала, чтобы этого не было. И приходится, защищаясь, творить то же самое. и крушить их. И уничтожать врагов. И резать им глотки, и вырезать им звезды. Красноармейцам вызывали белогвардейц. Свои же нации одна. Звезды, а этому трудно вырезать. Вот так вот жили. Вот так вот жили. И живут, и будут жить. Вот в чем несчастье. и вон он. Вот поэтому я и говорю, что я сейчас смотрю, очень много правительского, не издевательства, не сатира, правительского. Люди, вы так и по-другому люди. Волки, есть волки, жить по-другому не могут. Червяк только так живет, как червяк живет. Но что один биолог мне сказал, чем занимается? Я говорю, слушай, он биолог, ученый, вот у меня березу посадили мы в деревне, а она как начала распускать свои штуки. Мне на холст летят эти, мы ее спилим. И я говорю, слушай, ты можешь мне сказать, ведь эти все которые она пускает по ветру они же извини меня, ведь это же энергия, они же стоят, их же надо сделать. Ну, извините, сегодня я так скажу, чего это вдруг в сперме-то, там ведь на целый народ хватит одного мужика. Чего-то напускает, напускает, вообще говоря. Из чего береза? Это же ведь она не здорово живет, что и лишнее. Это же труд. Да. Сказал. Значит, каждая особь на земле, каждая, включая березу, живет с таким, чтобы все вокруг уничтожить, потому что иначе ее уничтожат. Поэтому она жива и одна, и пара тут вырастает. Поэтому она вынуждена и так, так, иначе все, даже деревце любое, рыбка, чтобы уничтожить, это не сознание, не теория, ничего, это подсознательно, потому что тебя, если ты не оградишься за слоном, тебя сведут на нет. В природе? В природе? В природе, в лесу. В природе нет демократии никакой. Вот даже в елках нету, а вы хотите от человека. А человек, в отличие от елки, сильно отличается. от волка мало отличается, но уж от берез сильно кажется. А говорят, когда к цветам с ножницами идут, опыты начинают двигаться, уклоняться даже это. Оказывается, понимают, соображают. Вот, да, вот так вот получается-то. Поэтому получается, никогда не забуду, как идет мальчик, как-то там стоит стук, я вечером где-то гулял на берегу моря, и там стоял, я думаю, что там кузнец, свет горел, а вот этот мальчик и держит, и целует, целует маленького барашка. И туда к двери. И вдруг я понял, что там зарезают баранов. А он барашек, мальчишка, он вот целует, целует, целует. Ну, он его целует, ему сказали, отнеси, зарезать надо. Зарезать надо. А как везут коров, рассказывают, что с машины, они не умеют прыгать, так они ноги ломают, их сталкивают и дальше. А я говорю, а как тут свиней-то? Это так, аппарат раз, головы нет, сразу за ноги уже кожи нет, все, пошла бы мы. А кушать мы, кушаем. Кушаем. А за что? Да. А? Да. А тут родились еще и другие, которые мертвые едят. Это не значит, что они слабее других. Мертвые тоже не годятся на земле. На земле не может сжигнить. Нужны все, кто все ест разные, а их другие едят, а эти другие едят. Да. Да, да, да. Как народы, выживают целые народы, а иногда убивают в древности поголовно. Целый народ, миллион людей. Сейчас, говорят, там Франция, чего натворила в Алжире в 19-е, что натворили англичане, что они натворили в Индии, там, как они к пушкам, я сам эти картинки в истории же русской, нашей, советской, привязывали расстрел там каких-то к жерлу пушки, в спину жерлу пирали и руки привязывали жерлу пушки, а потом ядро сливали. Казнь такая была на показ. Толпа собиралась огромная, а гильотина была еще придумана, чтобы не мучился. Это ученый решил сделать такое дело, чтобы человеку прям раз и нету, они промахивались. Вот я даже, мам, заруби курицу, так я гребешок отрубил, мать-то лизану, говорят, вывезти это. Гребешок, такие руки у меня дрожали, курицу отрубить голову. Да. Уже и пол шеи снес, пол курицы снес. Она у нас застаралась. Ну, понятно? В общем, да, все тяжело, сложно. Не фертити, не фертити была. Вот и все, не фертити. И вернемся. А что происходит с детьми у человека? Какие звери бывают, родители? Какие издевательства? Детские дома переполнены. Он говорит, почему же меня отдали? Я всю жизнь думаю, почему же меня мама отдала? Почему же мама отдала? Почему? Ну, вот. Да. Вернемся. Предлагаю вернуться к прекрасному. Я даже поэтому и говорю. Значит, так, если так, получается, что надо чего-то умекать. А чего это? У меня таких мазух нет. Тогда предлагаю вернуться к прекрасному. О, давай. к женщине, которая вас вдохновляет уже больше 50 лет. Тонечка, появитесь, пожалуйста, в эфире. Тоня, в эфир. прекрасная женщина, восхитительная, не нает у своей красоты. Продолжает. тебя в эфир. шумит эфир. удивительный, удивительный, редкий человек. Я так счастлива. Я такая счастливая. Я могу умирать сегодня. Не надо. Самую счастливую жизнь. Браво. Не надо умирать. Вы лучше поделитесь. Ждем вас. Подождите, подождите. Вы поделитесь, пожалуйста, рецептом, как вот через такую большую жизнь пронести такие чувства друг другу прекрасные. Ира, мы даже не знаем, как их несли. Легко. Мы даже удивились. Мы практически не празднуем никаких юбилеев. Я толком не знаю, какой день вы женились. И не помним дни рождения ни внуков, ни правнуков. Никого не помним. Она напоминает моя дочка. Говорит, позвони зятю, позвони. Потому что у нас день рождения и счастья каждый, каждый день. И вот сейчас был самый большой такой испытательный срок. Это вот этот карантин, когда мы остались вдвоем. И на улицу не вышли. И не вышли на улицу. Тоня, вы бегали в магазин рядом, за Тони рядом. И, знаете, было очень-очень легко и хорошо. И я даже рад была, что никто не приходил. Не мешает, не мешает. Никто не мешал. Я лепила пельмени, и мы сидели, и ели. Мы сейчас будем их есть. Вот приедете, я вас угощу. С удовольствием. Люблю. С удовольствием. Солен, очень-очень легко. Я желаю, чтобы у всех были такие мужики, как мой Геркулес. Вы такие прекрасные. Я вас очень люблю. А теперь позволите? Спасибо, что вы его тоже не видели. Подождите, у нас есть вопросы от зрителей. Подождите, еще буквально несколько минут вашего внимания. Олег, а в каких музеях есть ваши работы? Ой, в русских совсем недавно. Я, знаете, тоже не очень. Значит, я знаю, что во всех русских музеях бывших советских практически во всех. А вот здесь в очень хорошем музее есть. Я даже наизусть не знаю. Я никогда не придавал этому значения. Это правда. Хорошая картина в Стедлик-музеум это Амстердам. А здесь вот хорошие картины и в Третьяковке несколько штук. И в Эрмитаже мне недавно прислали, что они мне задокументировали. В Эрмитаже в русском, значит, в пушкинском, в этом самом. Вообще в этих современных нет. Найдет свое... Дело все в том, что я этим вообще не занимаюсь. Я, значит, я не занимаюсь в сущности продажей картин. Это просто приходят ко мне иногда люди, которым картина нравится. Собственно, и как-то мы прожили странно. Бедно было. Было бедно. нас это даже не коснулось. Что такое бедно? Каша есть. Я же говорю, я вам сейчас скажу одно время, когда я развелся с первой женой, я развелся, я жил хоть несколько месяцев совсем один. Значит, я тратил на свое питание, только на питание, один рубль на один день. Мое меню полкило колбасы, полулитра подсолнечного масла, хачан капусты. Самое плохое, я очень не любил, самое замшелое мясо, которое делали котлеты потом. В общем, набор был самый простейший. Когда ко мне приходили друзья с водкой, я говорил, закуски нету. У меня в холодильнике только на меня на одного. Съедите, значит, я не буду жрать. Вот и все. Вот такая штука. Поэтому вообще человеку надо очень мало. Вообще. Но глядя на других, человек хочет отличиться, и он все строит. У него уже есть сто кораблей он строит. Первый, потом делает боготворительность, хочет, чтобы он был знаменитый. Гробы с карманами. Гробы с карманами. Как вы сказали? Гробы с карманами. Гробы с карманами. Это смешно. Не гробы. Это свойство человека. Это его даже не свойство. Приятно жить в нормальных условиях, в которых живут я и в Франции. Очень мало людей в том же Париже. Вы думаете, живут часто в маленьюсеньких квартирах. Конечно, там никогда не живет, чтобы там спали на человеке, но там все-таки по моим меркам живут тоже бедные. Плохо. Плохо живут. Понимаете? Многие. Я Хлошаров, Лидия Федоровна, покойница. Тут Хлошаров и обедами кормил, русские тут были Хлошары. Один из них, я ему сказал, ты говорю, якут? Он говорит, что ты? что ты? Я как бы киргиз. Мол, ты обижаешь меня? Я говорю, киргиз, но он недавно пропал, что он умер в госпитале. Я бы сказал, он стал пьянником, я говорю, ты зря пьешь с ними, с русскими. Да, 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 да. Это нация надо такой быть, чтобы пить. Да. Олег, а скажите, вот а скажите, вот печень не перерабатывает водку. А я у меня, между прочим, печень, когда мне делали все рентгены, а я пью с 25 лет ежедневно, а раньше и много. И по сей день бутылка вина вечером бы не положь, а если не больше, бы не положь. Как чертев, как чертев с 8 утра. нетронутая. Нетронутая. Я говорю, как же так? Они говорят, у тебя гены бы хорошие, ты из русских людей вышел. У них, у кого была плохая печень, померли. А кто были хорошие, детям передали хорошую печень. Вот так. Олег, а скажите, пожалуйста, а вот бронзовые, вот спрашивают здесь, бронзовые керамические фигуры, это по вашим картинам кто-то делает или это ваше производство? Я сделал то, что несколько штучек я сделал, больше не буду делать. Я лепил практически сам, но с помощью человека, который, там, гипс я уже не умею, но везде, если я не умел, тот помощник, я говорю, ты знаешь, вот здесь что-то выпирает, он брал там шкурку, так, так, я говорю, нет, вот еще здесь, так. Во всем, в случае, работа моя, работа моя, но больше повторять это не буду, потому что это нужно отливать, потом это можно с моих слепки делать, эти самые, фальшивки, фальшивок у меня из живописи, во, такие паршивые, как правило, надо сказать, сделанные, а иногда сделанные более старательно, ну и эти паршивки, эти ужасные картины уже на аукционах, в каталоги попали под именем Целков, черти что. Понятно, понятно. Да, ну жаль, жаль, конечно, жаль. Олег, а можно я вас попрошу под завершение нашей с вами беседы показать ваши картины, которые у вас дома? Я помню, что они великолепны. Нет, это делать нельзя, потому что у меня не выставлены мои картины по всем правилам, и я, они не освещены, как нужно. Их картина, показывать, я не дома показываю, я направляю на них специальный свет, чтобы она была видна, чтобы она была все ясна, потом рядом на другую, это целое событие, приходит человек покупать, вот, а сейчас я этим занимаюсь, все делает моя дочь приемная Ольга, картины все хранятся не знаю где, специальные места есть, такие хранилища, вот, и... Ну, а вот, Олег, а вот ту, которая рядом с лампочкой, если чуть-чуть камеру повернуть, она восхитительная. Где, да нет, вот это, что ли? Вы знаете, что, во-первых, вы знаете, что, я вам сейчас уже говорил, я не знаю, честно, восхитительный или нет. Дело все в том, что иногда кажется восхитительным, а иногда просто в глазах не смотрели. Так что, это... Ну, это мне просто, это мне очень нравится. Вот, я и говорю, и мне тоже, и мне тоже, мне тоже, а я иногда смотрю, думаю, елки-палки, дрянь-то какая. И искренне, ну, не длитый, не длитый, фу, чепуха какая. И правда, чего это, чего их вообще чепуха. Ой, как с вами интересно и не хочется расставаться, а позовите еще Тоню, пожалуйста, я скажу уже завершающие слова, я хочу, чтобы она тоже услышала, может быть, она тоже поможет в этом вопросе, с которым... она уже в этом мире все там, уже она... Понятно. Олег, конечно, конечно, очень интересно и вот это во времени нашего эфира... Вот это вот идет, идет, идет. Тонечка, Тонечка, спасибо огромное, я хочу сказать, что не хватит этого эфира для того, чтобы наговориться, потому что настолько интересно с вами всегда, я, честно говоря, ну, я забыла даже про эфир, потому что я просто слушала, я про вопросы, которые подготовила, забыла, потому что я просто слушала, мне очень интересно. буду жить и ждать вопросов. Я не знаю это самое, во всяком случае, я вам рассказал. Он не даст говорить. Я вам рассказал. Ира, я вас люблю и всех зрителей, и люблю Россию, это мои корни, и пусть это будет все-все хорошо у вас. Спасибо. Тонечка, Олег, я очень надеюсь, что вы когда-нибудь... Кстати говоря, между прочим, кстати говоря, вот она сказала, я люблю Россию. Я не хочу, так сказать, такие большие слова говорить, но одну вещь, я очень четко понимаю, одну, что я не иначе, как русский художник. У меня эти все картины, когда я думаю, что они, к чему их прилепить, они, конечно, лепятся ко всей истории России прежде всего. Потому что потому что и не всей России, я, правда, и Севтушенко во многих местах побывал даже в Средней Азии, но к родным местам, к центральной России, вокруг Подмосковья и особенно в Подмосковной мы с отцом на охоту на зайцев ходили, я сам рябчиком ходил, в деревья, это самое, в лесу с виском обманывал, он думал, что это его зовет его, на драку самец другой, весной у них траки, ну, как сказать, в турнире, да, 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 а человек пипикает так под него, а он ему вдруг отвечает, и вдруг он раз и пролетел здесь где-то рядом и спрятался, ты его снова исцеляешь, а потом домой приносишь, думаешь, елки-палки, вот какая птица прекрасная, сейчас мы их вкусная приготовить, елки-палки, вот, видишь, вот, это никогда в руках не подержишь, ты же кусочек природы, ты не нарушил ее, ты не объяснил, бывает же, ты не выбил, ты свое, так сказать, застрелил и делал лишнее, и по кушке пойдешь, ведь это же за помойку не понесешь, да, и благодарить, думать, какой был лес, какой красивый рябочек, да, Олег, я желаю вам здоровья, берегите себя ради Бога, вам хороших работ, и я очень надеюсь до новой встречи, люблю вас. Да, но это, между прочим, вообще я не очень подобные встречи, очень сильно обожаю, я сегодня даже не знал, что я так разговариваюсь, но просто действительно рассказал вам огромную биографию, я так думаю, что... Здорово, здорово, спасибо большое, спасибо большое, до встречи, люблю, целую, до свидания. Все? Все, да? Оп! Погайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok